Добрый день, меня зовут Роберт и сегодня я вам покажу, как запустить редактор для Divinity Original Sin 2. Редактор называется Divinity Engine 2. И, соответственно, в дальнейшем, если вы будете искать информацию по редактору для Divinity, вам нужно гуглить именно так. Итак, как его запустить? Что вам для этого потребуется? Вам для этого потребуется непосредственно скачать базу данных для игры. Называется она Divinity Engine 2 Data. Находится, соответственно, в корневой папке с игрой. Ну, если по стиму смотреть, то есть вам нужно нажать в стиме, выбрать игру, дальше выбрать управление дополнительным контентом и там скачать базу данных. После того, как вы скачали и убедились, что она скачена, вы можете приступить к скачиванию непосредственно редактора. Вам нужно найти, соответственно, вбить через программы Divinity Engine 2, скачать его и в дальнейшем правильно его настроить для того, чтобы начать работу. В данном видео я просто говорю основы для того, чтобы начать работать и как и где искать информацию. Итак, после того, как вы скачали, установили, вам нужно открыть саму программу, нажать вот здесь вот настройки и дальше выбрать путь к папке, где находится база данных. Как только вы выбрали, сохранили, закрыли, все. По сути, основная настройка закончена. И вам больше ничего не нужно. В дальнейших роликах я буду показывать, как, соответственно, непосредственно им пользоваться. Но перед этим важная информация, где и как брать информацию. Вам нужно, соответственно, гуглить Divinity Engine 2, ваша проблема, которую вы хотите решить. Основные ролики находятся на канале непосредственно Ларионов, создателей игры, как вот здесь на данном ролике. И также на их официальном сайте. Там вся справка есть. Рекомендую, соответственно, заходить, переводить, даже если вы не знаете английский язык, запускать через браузер Google, там или любой другой, с автопереводом. И, соответственно, включайте автоматический перевод. Это вам упростит жизнь в тысячу раз, потому что на просторах русского интернета такого нету материала. И это одна из причин, по которой я, собственно, сделал ролик. Так, на этом все. Следующий ролик будет уже непосредственно по пользованию редактором.